Еще раз добрый день, меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Миклуха Маклая. Рада приветствовать вас на онлайн-конференции в рамках международного проекта «Маяк российских достижений», который сегодня соединит Россию и Тайвань. На конференции доступен синхронный перевод с русского на английский и наоборот. Выбрать язык можно в нижней панели экрана. Также в чате есть подсказки по переводу. А теперь хотела бы представить модератора конференции. Это Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института востоковедения Российской академии наук, президент Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Николай Николаевич, передаю вам слово. Евгений, большое спасибо. Всем здравствуйте. Я хочу начать с того, что меня сейчас представили. Я хотел бы представить спикеров для всех. Потом мы уже заслушаем каждого из спикеров, потому что сегодня у нас отличная команда, и я уверен, что мы проведем великолепную конференцию. Потом я представлю в несколько минут их проект, и мы уже начнем по выступлению каждого, если не против. И мне очень приятно в первую очередь представить кандидата экологических наук, руководителя Русского Центра Государственного Университета Тайваня, который сегодня у нас представляет Тайвань. Это Чанг Джуйченг. Рады вас видеть. Здравствуйте. Анна Евгеньевна Володькина. Это представляет Дальневосточный федеральный университет, заведующий сектор по привлечению иностранных студентов. Мы сегодня узнаем, как учиться в Дальневосточном федеральном университете. Елена Владимировна Денисенко, доцент кафедры конструктивного дизайнерского планирования. Это у нас Казанский федеральный университет, но они выступают троицей сразу же, поэтому я в серии галии, конечно же, если буду сейчас перечислять, ну, обязан перечислить, потому что это доцент кафедры конструктивного дизайнерского проектирования, кандидат архитектуры, заместитель директора по развитию Института дизайна и пространственных искусств, искусств, Казанский федеральный университет. Пожалуйста. Здравствуйте. Очень приятно. И Баширова Эльза Ильдаровна, директор учебного центра школы искусств, это уже для детей, старший преподаватель кафедры конструктивного дизайнерского проектирования Института дизайна и пространственных искусств, также Казанский федеральный университет. Они все в одном окне, я помню. Да, мы здесь. Здравствуйте. Очень приятно. И Ильгиз Моноберович Розидинов, исполняющий обязанности, заместитель директора. Это Казанский федеральный университет, также представляет Институт дизайна и пространственных искусств по социальной и воспитательной уже работе. Добрый день. Спасибо большое. И Елена Игоревна Герус, специалист отдела организации приема иностранных граждан. Это Санкт-Петербургский государственный университет, наш представленный из Санкт-Петербурга. Пожалуйста, скажите слово. Здравствуйте. Да, сегодня будет презентация, все подробно расскажем. Очень приятно. Сергей Александрович Зарианский, специалист Центра международной студенческой мобильности и рекрутинга. Это уже Уральский федеральный университет. Пожалуйста. Пока не подключился. Подключается. Вот видите, бывают технические моменты, но подключимся. И Егор Михайлович Осипов, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, управления факультетом государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день, коллеги. Спасибо, Игорь Михайлович. Палия София Евгеньевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук и ученый-секретарь Ассоциации исследователей Южно-Тихо-Океанского региона. Вот у нас ассоциация представлена. София Евгеньевна, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. И старший преподаватель кафедры русский и иностранные языки Петербургского государственного университета путей сообщения Анна Мамаева, но единственное, технически, вот я сейчас получил сообщение, они подключаются, поэтому Петербургский университет путей сообщения также вместе с нами, но я за него помашу рукой, они обещали быть. Я перед тем, как мы начнем выступление и расскажем действительно и нашим гостям, и сами поделимся информацией о возможности обучения в России, о достижениях, хотел напомнить о том, что мы все здесь собрались благодаря проекту, который объединил нас, это Маяк Российских Достижений, мы его подготовили с целью того, чтобы рассказать в краткой и доступной форме для российской англоязычной аудитории о основных достижениях. Мы выбрали 15 достижений, их, конечно, многим больше, но те достижения, которые абсолютно в разных сферах, признаны во всем мире. Для того, чтобы можно было посмотреть действительно, какие есть сильные стороны у России, какие есть направления сотрудничества, потому что из всего этого исходит не только понимание того, что Россия действительно великая держава, которая имеет достаточно большую историю и оказывала всегда большое влияние на весь мир в плане, в научном, культурном, в гуманитарном, но и в том плане, что наши коллеги из разных стран могут найти направление сотрудничества по всем, как этим направлениям, так и другим. Этот проект, он сделан в виде экспедиции. Если вы знаете фонд имени Миклуха Маклая, он занимается и поддержкой экспедиции. Мы, сидя у экранов компьютеров, путешествуем теперь виртуально. И вот поэтому мы сделали такую виртуальную экспедицию и все-таки назвали это экспедиции по российским достижениям. Поэтому, когда вы будете щелкать мышкой или передвигаться по экрану, знайте вы в путешествии, чтобы вы точно не забывали этот момент. И когда вы будете путешествовать по экрану, вы действительно откроете для себя много нового. У нас это представлено как видео приложение, то есть можно на канале YouTube посмотреть и открытие, это будет включаться автоматически, пока вы едете в машине, пока вы смотрите, узнаете в принципе и получите интересный обзор. Так и кратко представлена информация на сайте. Евгений, покажете быстро презентацию, я тогда, наверное, визуально уже, когда вы увидите, мы сможем понять. Ну, маяк, вы знаете, да, что маяк это у нас ориентир. Я вам должен сказать, вот София Евгеньевна на прошлой конференции показывала различные свои уникальные вещи, которые у нее есть дома. Но вот поскольку я тоже некоторыми вещами обладаю, я обязан вам показать, что вот такой же маяк сейчас непосредственно стоит и за мной, поэтому мы ориентируемся вот на этот вот маяк. Маяк, конечно же, освещает, показывает направление, дает возможность действительно найти точки соприкосновения в разных сферах. Давайте посмотрим, что у нас дальше. На слайде как раз и говорится о том, что мы имеем возможность представлять наши достижения в абсолютно различных сферах. И, Евгений, следующий слайд у нас. Понятно, что я как уже представил, что Россия действительно родина достаточно большого количества выдающихся ученых, исследователей и внешних достаточно серьезный вклад. И дальше посмотрим. И помимо того, что мы представляем достижения, на этом сайте у нас есть хорошая информация в доступной форме представленной, как можно обучать русский, изучать русский язык. Например, развенчать мифы о том, что сложно изучать русский язык можно, прочитав очень небольшую, но интересную познавательную статью или потренироваться буквально сразу же на сайте. Точно так же, как получить опыт от того, чтобы просто перейти, например, на сайты партнеров наших и узнать, как это делать точно так же просто. И следующий у нас слайд – это о наших партнерах. Здесь достаточно большой пул, и это очень приятно, то, что наша конференция, она включает в себя не только тех спикеров, которые сейчас будут представлены, а наших партнеров, которые будут участвовать на следующих конференциях и которые, в принципе, поддерживают проект, размещая информацию на своих ресурсах. А мы, в свою очередь, каждому абсолютно зарегистрировавшимся отправим подробную информацию о каждом из партнеров. Поэтому за контакты не беспокойтесь, вы можете даже и, в принципе, во время своего выступления не обязательно озвучивать, если желательно это сделать, но если вдруг вы забыли это сделать, то мы обязательно дадим краткую информацию о вашем учебном заведении, отправим потом все это нашим зарегистрированным коллегам. И сейчас я тогда, вот видите, у нас такие, сразу же можно увидеть, ознакомиться со всеми нашими спикерами. И по итогу нашей конференции у нас будет выпущен пресс-релиз, можете этой всей информацией поделиться. Сейчас я хотел уже подойти к тому самому интереснейшему моменту и поблагодарить, да, начать со слов благодарность того, что мы сейчас, благодаря фактически Чанг-Джу Ченгу и российскому руководителю русского центра в государственном университете, сейчас организовываем это мероприятие. В первую очередь, вам большое спасибо, и я хочу действительно его представить для того, чтобы мы сегодня ознакомились с вашим докладом. Пожалуйста, вам слово. Да, спасибо большое. Сейчас я... Президентация, видно? Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Прежде всего, мне хотелось бы выразить признательность Николаю Николаевичу за приглашение. Для меня большая честь и радость представить вашему вниманию русский центр государственного университета Дженжи в Тайбэе. Первый и до сих пор единственный на Тайване русский центр открылся 24 декабря 2013 года на территории государственного университета Дженжи в целях продвижения русского языка и русской культуры на Тайване, а также расширения культурных, образовательных и научных контактов между гражданами Тайваня и России. Центр регулярно проводит лекции и семинары, посвященные русской культуре, русскому искусству, современной России, истории советской космонавтики, а также анализу современной переводческой практики, прежде всего переводов русской литературы на китайский язык на Тайване. Вот это лекции об истории советской космонавтики. В целях повышения мотивации как тайваньских студентов-русистов, так и детей из русскоговорящих и смешанных семей со всего Тайваня к изучению русского языка и русской литературы в центре проводятся творческие конкурсы. В качестве примеров можно привести лучший пользователь русско-кидайским словарем «Конкурс часов русской поэзии» и «Конкурс знатоков русского языка, русской культуры и страноведения России». Подобные мероприятия способствуют совершенствованию знаний студентов о русском языке и русской культуре как важных элементах мировой цивилизации и об истории и современном положении России. Кроме лекций и конкурсов, Центр также проводит мероприятия, посвященные российским праздникам, в частности концерты, посвященные победе в Великой Отечественной войне, Дню рождения Пушкина и Дню русского языка. На концертах студенты факультета словистики и русские гости рассказывают стихотворения русских и советских поэтов и исполняют романсы на стихи представителей как золотого, так и серебряного веков русской поэзии. Центр активно сотрудничает с различными российскими образовательными учреждениями. С 2017 года при содействии экспертного центра Новосибирского государственного университета факультета словистики и русского центра Тайбэйх принимал участие во всемирной акции «Татайний диктант». В диктанте принимали участие не только те, для кого русский язык является родным, но и те, кто изучает его как иностранный. Диктант посвящали и сотрудники представительства России в Тайбэе, и ведущие русской службы международного радио Тайваня. С 2017 года Центр совместно с тайбэйскими начальными школами организовал цикл мероприятий под названием «Час русских сказок». Студенты факультета словистики знакомили тавенских детей с русскими народными сказками и сказками Александра Пушкина. Кроме того, студенты также рассказывали школьникам о русской культуре. «Час русских сказок» позволяет не только школьникам расширить их культурный кругозор, но и студентам-русистам погрузиться в мир, культуры и истории русского народа. Ближайшими перспективами развития русского центра должны стать следующие направления деятельности. Во-первых, образовательное направление. Например, можно провести курсы русского языка для тайваньских школьников или провести лекции по русской культуре для тайваньских любителей России. Во-вторых, творческое направление. Можно организовать тематические выставки, посвященные русскому языку и культуре. И, наконец, коммуникативное направление. Можно организовать семинары по методике преподавания русского языка как иностранного, по русской литературе, по языкознанию. Или организовать встречи тайваньских студентов, которые изучают русский язык как иностранный с носителями русского языка. И спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо. И мы обязательно, в конце наверняка у нас будут вопросы, мы сможем их задать. Я хочу представить следующего спикера. Это Анна Евгеньевна Володькина, представляющая Дальневосточный федеральный университет. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Да, здравствуйте всем еще раз. Меня зовут Анна. Я работаю в Дальневосточном федеральном университете. И сегодня я расскажу вам о ДВФУ, о студенческой жизни и о городе Владивосток. ДВФУ является одним из ведущих российских вузов, расположенным в Азиатско-Техотянском регионе. Наш университет является центром международного сотрудничества со многими странами мира. В настоящее время в ДВФУ учатся около 3,5 тысяч иностранных студентов из 74 стран. Кроме показателей числа студентов, мы можем гордиться как нашими иностранными, так и российскими преподавателями, которые имеют опыт работы на мировом уровне. На сегодняшний день у нас более 300 образовательных программ не только на русском языке, но и на английском. Наш университет состоит из 11 школ и институтов. Это Институт математики и компьютерных технологий, это Школа медицины, Политехнический институт, Институт наук жизни и пиомедицины, Институт наукоемких технологий и передовых материалов, Школа экономики и менеджмента, Восточный институт, Школа искусств и гуманитарных наук, Институт мирового океана, Юридическая школа и Школа педагогики. Если вы хотите учиться на русскоязычной программе, но недостаточно хорошо владеете русским языком, то ДУФУ предлагает иностранным гражданам курсы русского языка и культуры в нашем центре. Также все студенты ДУФУ имеют возможность принять участие в программе «Отмегано» и поехать в университет-партнер на один семестр, либо год, бесплатно. Такие направления, как Европа, Китай, Республика Корея, Япония и так далее. Такие программы позволяют развить навык межкультурной коммуникации и стать более образованной. ДУФУ предлагает студентам много возможностей для участия в творчестве, спорте и общественной деятельности. На кампусе есть три спортивных здания, спортивный зал, большой стадион, баскетбольные, волейбольные, теннисные площадки. Студенты часто принимают участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. Для развития творческих навыков в ДУФУ имеется большое количество вокальных, танцевальных, инструментальных и студенческих клубов. Наши творческие коллективы открыты для талантливых иностранных студентов. Свой вклад в формирование благоприятной международной среды в ДУФУ вносит и ассоциация российских и иностранных студентов, благодаря которой обучающиеся ДУФУ задействованы во всех международных мероприятиях. Студенты нашего университета активно участвуют в волонтерской деятельности. Кампус ДУФУ располагается на острове Русский, который связан с Владивостоком с помощью моста. Поэтому студенты ДУФУ наслаждаются видом на море каждый день. Большую часть кампуса занимает студенческое пространство. Для удобства студентов по кампусу курсирует бесплатный автобус. Для отдыха студентов на территории кампуса расположена большая лесопарковая зона, а также набережная и пляж. Студенты ДУФУ проживают в общежитиях на кампусе ДУФУ, в которых имеется бесплатный Wi-Fi, необходимая мебель, отдельный санузел. Студенты проживают в основном в двух местных номерах. Также на кампусе есть несколько кафе, столовых и ресторанов, которые предлагают грудо русско-азиатской, европейской и американской кухонь. Владивосток – это портовый город на российском Дальнем Востоке. Он является столицей Приморского края. Владивосток – это не только город-порт, но также и город-портал, который перемещает туристов в нужное ему измерение. Для жителей западной части России – это ворота в Азию, а для жителей Азии – это ближайший европейский город. National Geographic включил Владивосток в рейтинг самых красивых городов мира. Город окружен морем с трех сторон, возвышается на сопках и пристирается в морскую даль на десятки островов. Все иностранные абитуриенты, поступающие в ДУФУ, имеют право подать заявку на получение квоты на обучение правительства Республики Федерации. Квоту можно получить на обучение по программам вакулатриата, специалитетам, магистратур и аспирантуру. А также ДУФУ приглашает талантливых студентов принять участие в международной медиаде Open Doors – Russian Scholarship Project. Бакалавриат в России – это первый уровень высшего образования, который является базовым и длится 4 года. Чтобы поступить, необходимо подготовить полный пакет документов, которые представлены в слайде, и успешно сдать вступительные экзамены. В отличие от поступления на бакалавриат, магистратуре не нужно сдавать вступительные испытания. Вместо этого у нас организован конкурс в портфолио. Также представлены необходимые документы. Вы можете связаться с нами, выбрав удобный для вас способ. Спасибо, всем до новых встреч. Спасибо вам большое. И мы интереснейшие рассказы, очень четко, кратко, и хочется еще и больше, больше узнать. Но мы иногда в конце сможем задать вопросы. Сейчас у нас Казанский федеральный университет. Сразу же, как мы помним, они выступают втроем. Я перечислю. Это Елена Владимировна Денисенко, Эльза Ильдаровна Баширова и Ильгиз Моноберович Разеддинов. Пожалуйста, вам слово. Вот они машут рукой, а теперь они... Здравствуйте. ...говорить. Добрый день. Мы хотели бы сначала проверить, работает ли презентация. Да, все в порядке. Да, переключается, да? Отлично. Спасибо. So, the Cousin Federal University are the greeting of all participants and listeners of the international project, the beacon of Russian achievement. I'm Елена Денисенко, and with my colleagues, we are presenting a report of the Cousin Federal University and the Institute of Design and Special Arts. И мы представляем наше направление. Это старейший университет в России, основан в 1804 году императором Александром I. Выдающиеся люди бывали в этом университете. Это Лев Толстой, Николай Лобачевский, Владимир Ленин, Иван Симонов. Казанский федеральный университет сегодня один из крупнейших университетов и самых важных университетов в России, занимает лидирующую позицию в области высшего образования. Некоторые такие университеты представлены на слайде. Если говорить об образовательном комплексе КФУ, то это физико-математическое направление, естественные науки, социальное и гуманитарное направление. У нас 16 институтов и факультетов КФУ и два филиала в Татарстане. Казанский университет расширяется в международные отношения. В приоритете это подготовка, академическая подготовка, развитие партнерских отношений с иностранными университетами. Мы выстраиваем дурососедские отношения с другими университетами, с 15 университетами Тайваня. Основные принципы Института дизайна и пространственных искусств представлены на этой странице слайда. Институт продолжает традиции научной школы КФУ. Институт дизайна и пространственных искусств КФУ – это молодой институт, но у нас большой потенциал для развития образования и различных мероприятий. У нас амбициозные цели. Мы состоим из семи департаментов, у нас есть восемь лабораторий. Все это формирует наш Институт дизайна и пространственных искусств. Мы вносим значительный вклад в этом направлении в мире. Мы занимаемся развитием среды для жизни. У нас есть программы бакалавра и магистратуры. Здесь можно увидеть примеры нашей работы над дизайном интерьера, среды для жизни, также дизайн коммуникаций. Передаю слово Эльзе. Спасибо. В нашем институте мы работаем не только со студентами, но также и с детьми, нашими будущими студентами. В этом случае у нас есть школа искусств для детей, подростки с 7 до 17 лет помогут приобрести навыки креативного мышления и творческие навыки. Это важно для их дальнейшей профессии и для ежедневной жизни. Наши основные цели – развивать творчество и дать представление о разнообразии творческих профессий. У нас есть несколько программ для детей различного возраста. Например, для самых младших мы предлагаем программу под названием «Капиталь». Есть также направление «Золотое сечение». Это для учащихся средней школы. И для старших школьников у нас есть направление «Модулор». Это уже предпрофессиональное обучение в сфере креативных индустрий. По всем направлениям заявители должны сдать все вступительные экзамены. Мы также предлагаем подготовительные курсы в формате оффлайн и онлайн. А это очень важно для заявителей из других стран и городов. Поэтому возможности у всех равны. Как можно увидеть, школа искусств для детей, она отражает идею непрерывного творческого образования. Передаю слово коллеге. В университете проводится большое количество культурных мероприятий, студенческих концертов, фестивалей и многое другое. Для этого есть все самое необходимое. Хорошая материальная техническая база, большой зал уникса вмещает около 1000 человек, что позволяет студентам почувствовать себя настоящей звездой. В институте организуются специальные мероприятия, где большой акцент делается на нашей индивидуальности. Мероприятия, которые помогут стать студентом, востребованы специалистами, дизайнерами, архитекторами. Одно из ярких мероприятий – фестиваль пространственных искусств, в рамках которого на протяжении практически двух недель студенты слушают лекции от известных российских дизайнеров и архитекторов, участвуют в интеллектуальных играх, исследуют город совместно с преподавателем и многое другое. В этом году был создан арт-отряд. Студенты с первых дней обучения получают навыки на практике, разрабатывают дизайн-проект оформления помещений института и общежитий, а затем выходят на объект и реализуют их. Для иностранных студентов есть общежития, отдельные корпуса в центре города и целый студенческий город, деревни Универсиады, где для жизни и учебы есть все самое необходимое. Мы понимаем, насколько важно уделять внимание спорту. Рядом с институтом находится современный спортивный комплекс Москва, где наши студенты занимаются физкультурой, свободной от учебы времени и в рамках учебы. Всем спасибо за внимание. На экране вы можете видеть наши контакты. Ждем вас на наших социальных сетях. Спасибо вам большое. Прошу прощения. Кнопка заела, кнопка, к сожалению, не смог сразу включить. У вас как раз превосходно, что двуязычное выступление для всех очень удобно будет. И мы сейчас переходим к следующему выступающему. Это Алена Игерьевна Гера, специалист отдела организации приема иностранных студентов. Это Санкт-Петербургский государственный университет. Пожалуйста. Я тоже, пожалуй, буду на английском языке презентацию рассказывать, если можно. Сегодня мы будем поговорить о Санкт-Петербургском государственном университете. Давайте же сначала уделим внимание расположению, удачному расположению университета. Санкт-Петербург – это культурная столица России. Это один из самых красивых городов в мире. Он даже получил награду в сфере туризма. Этот город стал мировым культурным городом в 2020 году. Очень много музеев, их более 200 в городе. И действительно, это тот город, который стоит посетить. Санкт-Петербург – не только культурный центр, признанный культурный центр, но также это и университетский город, Санкт-Петербургский государственный университет. Старейший университет в России. Он был основан в 1724 году. Есть очень много мифов, которые связаны с обучением в России и с этим университетом в целом. Один из мифов – попасть в этот университет трудно. Но на самом деле это не так. Почему? Санкт-Петербургский государственный университет установил свой комитет по признанию диплома. Поэтому мы сможем признать ваш диплом об образовании самостоятельно. Также считается, что подача заявки трудная. На самом деле нет необходимости приезжать специально в Петербург, чтобы подать заявку на обучение. Можно это сделать онлайн. И, наконец, мы также предлагаем спонсированные государством места для обучения. То есть, если, например, у вас нет возможности платить за обучение в полном масштабе, то, возможно, вам поможет государство в этом. Второй миф. Санкт-Петербург – это город, в котором жизнь очень дорогая. Это не так. Жить в Санкт-Петербурге гораздо дешевле, чем, например, в Москве, столице России. И, кроме того, есть скидки для студентов. Это может быть полезно. Вы сможете лучше, выгоднее перемещаться по городу, например. Это скидки на общественный транспорт. Есть также скидки на посещение театров и музеев. Конечно, расходы на полезное питание – тоже важный аспект. Поэтому мы стараемся предлагать более дешевые обеды. Средняя цена обеда в университете – 200 рублей. Найти жилье трудно. Это тоже миф. Санкт-Петербургский университет предоставляет жилье всем, кому это необходимо. Четвертый миф – трудно получить визу. Опять же, в случае, если нашим заявителям необходимо письмо для получения визы, мы с этим помогаем. И также у нас есть специальный отдел в университете, который занимается вопросами, связанными с визой и паспортами. Возвращаясь к процессу образования, Санкт-Петербургский государственный университет – это важный культурно-образовательный научный центр. Он объединяет в себе традиции и инновации. Сегодня 25 тысяч студентов в Санкт-Петербургском университете. 15 из них – это международные студенты из других стран. У нас практически 5 тысяч сотрудников университета. Они всегда готовы прийти на помощь нашим студентам и помочь им больше узнать о конкретной сфере обучения. Кроме того, у нас есть исследовательские центры. Более 400 академических программ насчитываются в нашем университете. Поэтому студенты имеют широкий выбор. Если говорить о преимуществах обучения в Санкт-Петербургском университете, мы уделяем большое внимание гибкости наших программ. Мы также придерживаемся междисциплинарного подхода. Поэтому есть баланс между элективными курсами и основными курсами. И также есть дополнительные курсы дополнительного обучения. Конечно же, университет – это люди. Именно поэтому мы стараемся предоставлять не только самое лучшее качественное образование, не только прекрасный персонал, сотрудников, но также мы даем возможность студентам посещать открытые лекции, организованные с участием выдающихся личностей. Мы также предлагаем все возможности для исследований. Это благодаря нашему исследовательскому парку мы имеем возможность это сделать. У нас есть университетская библиотека, там есть также и электронные ресурсы. Конечно же, учебная жизнь – это время для реализации себя. Поэтому мы предлагаем стажировки, программы по студенческому обмену, а также волонтерские культурные и спортивные программы и возможность посещения клубов. Сотрудничество на международном уровне очень важно для развития университета. Именно поэтому у нас почти 600 партнерских университетов в 65 странах по всему миру. Некоторые университеты-партнеры организовали с нами двойные программы. У нас сейчас таких программ 14, и также есть возможность для наших студентов принимать участие в программах по обмену в студентах-партнерах. То есть, например, семестр или академический год, они учатся за границей, и это абсолютно бесплатно. Когда студенты учатся за границей, у них также есть возможность изучать язык той страны, где они находятся, и выбрать любой курс, который связан с их основным направлением в обучении в рамках образовательного процесса. Университет уделяет особое внимание дальнейшему трудоустройству наших студентов. И у нас есть центры по профессиональной деятельности. Мы организуем различные мероприятия, например, День профессии. Студенты могут встретиться и обсудить вопросы с представителями компаний, организаций. И образовательные программы рассчитаны на такие мероприятия. Санкт-Петербургский университет также имеет собственный исследовательский парк. У нас 23 ресурсных центра. Они в основном наиболее интересны тем, кто работает, учится в биомедицине, в сфере нанотехнологий, информационных систем, науках о материалах, также интернет-исследованиях. Мы все это предлагаем для исследователей, для студентов. И каждый день очень много в ресурсных центрах запросов. Если говорить о студенческой жизни, Санкт-Петербургский университет уделяет большое внимание внеучебным мероприятиям, спортивные и культурные мероприятия, академические конкурсы и программы добровольческого характера. У нас есть также программы для тех, кто особо уделяет внимание окружающей среде. У нас есть широкий ряд программ, образовательные программы в области физики, математики, компьютерных, информационных науках, естественной науки, социальной науки, гуманитарной науки, искусства и культуры. Также, помимо этих программ, мы предлагаем онлайн-курсы, программы по обмену, детние школы и также языковые курсы. Преподавание в Санкт-Петербургском университете, как правило, на русском языке, это согласно традиции, но есть также курсы, которые предлагаются на английском языке. Три программы бакалавриата предлагаются на английском языке. Это математика, искусственный интеллект, международный менеджмент и программы, которые связаны с преподаванием иностранного языка. Также у нас есть 20 программ магистратуры в самых разных направлениях, менеджмент, экономика, физика, естественные науки, социальные науки, международные отношения и так далее. И также есть 14 программ двойной степени с нашими партнерскими университетами. Помимо этого, мы предлагаем 4 программы магистратуры. Они на испанском, итальянском и французском языках. И также на немецком языке. Всем, кому интересно изучение, обучение на русском языке, но не уверены в том, что достаточно языковых навыков для этого, мы предлагаем подготовительные курсы для иностранных граждан. Они помогут подготовиться к поступлению в институты высшего образования в России. Это естественные науки, инжиниринг, гуманитарные науки, экономика и биология. Курс разработан таким образом, чтобы студент получил информацию на русском языке, улучшил навыки русского языка, а также получил необходимый вокабуляр, набор слов для того, чтобы проходить обучение. Есть и другие возможности для изучения русского как иностранного языка. Есть подготовительные семинары, консультации. И также у нас есть собственный центр тестирования навыков языка. Это также возможность для иностранных заявителей оценить навыки русского языка и, возможно, получить дополнительные баллы для поступления на основные программы обучения. Русский язык как иностранный. У нас есть олимпиада в этом направлении. Она может быть интересна тем, кто уже начал изучать русский язык и хочет еще раз проверить свои навыки, повысить свой потенциал. У нас есть два раунда. Первый проводится в формате онлайн, а второй уже в формате оффлайн. Вы также можете пройти тестирование по другим иностранным языкам в нашем центре. Есть также олимпиада для школьников. Олимпиада разработана специально для тех, кто говорит на русском бегло и для тех, кто хочет продемонстрировать свои навыки в самых разных предметах от математики до менеджмента. И, наконец, программа, точнее, схема поступления. Мы предоставляем возможность подать документы на места, которые спонсируются российским правительством, и также на платные места обучения. Если говорить о местах, спонсируемых российским правительством, если вы подаете в этом году, то дедлайн – это февраль, 28 февраля. В этот период необходимо подать все документы, собрать все документы, которые необходимы для той или иной программы, для конкурса. Это портфолио, это своего рода вступительный тест. Необходимо собрать все документы и также написать мотивационное письмо. И, пожалуйста, также не забывайте, что это мотивационное письмо не должно содержать никакой информации об авторе, то есть инициалов автора. У нас также нужно будет заполнить форму заявки. Свет, подскажи, пожалуйста, у вас еще на сколько минут? Еще две минуты буквально. Потому что других иначе просто зарежем. Давайте как-то уже заканчивать. Да, хорошо. Окей, so the list of documents is on the slide. Документы представлены на слайде. Чем отличаются места, спонсированные государством, от платных мест? Это, пожалуй, основное различие. Это дедлайн. Первый дедлайн – это 28 февраля, о чем я говорила. Если это платные места, то это июнь, 17 июня. Все документы представлены на слайде на нашем официальном сайте. Можно также увидеть всю эту информацию. Можно увидеть контакты офиса. Или вы сможете увидеть все детали, которые будут предоставлены организаторами. Огромное спасибо, Денис Сергеевич Зарянский. Он представляет уже Центр международной студенческой мобильности Уральского федерального университета. Сейчас представляет свой университет. Пожалуйста, вам слово. Да, всем добрый день, коллеги. Я буду выступать на английском, поэтому прошу вас воспользоваться возможностью синхронного перевода. Хоть у нас и не очень много иностранных граждан. Или не пользоваться, а практиковать свой английский тоже можно. Итак. Уважаемые участники и слушатели сегодняшней конференции. Мояк российских достижений. Я Сергей Зарянский от имени Уральского федерального университета. Я всех вас приветствую. И я хотел бы снова начать со слов благодарности организаторам конференции, особенно фонда Миклухом Афлая, за возможность представить наш университет. Для начала я кратко расскажу, о чем пойдет сегодня речь. Как вы видите, тема моей презентации, почему следует выбрать именно наш университет. Если кратко, Уральский федеральный университет – это отличный образовательный центр, который дает возможность дальнейшего трудоустройства, международной мобильности, курсы на иностранных языках. И это также безопасная, комфортная жизнь в международной университетской семье. Мы расположены в четвертом крупнейшем городе в России – Екатеринбург. Это научный, промышленный, административный центр Урала, уральского региона. Он расположен на границе Европы и Азии, прямо в сердце России. В связи со своей уникальностью, город был выбран как город, где проходили всемирные летние университеты в 2023 году. И мы стали одним из организаторов универсиады. Университет основан более тысячи, точнее, более ста лет назад. Университет остается международным исследовательским образовательным хабом. У нас 36 тысяч студентов. Более чем 4,5 тысячи из них представляют 110 иностранных государств. У нас 450 образовательных программ на английском и на русском. И у нас также есть 200 иностранных специалистов. Следует отметить, что Уральский федеральный университет – международно признанный институт высшего образования. Мы занимаем 351 позицию во всемирном рейтинге университетов Квакуарелли. И также мы занимаем 5-6 место в рейтинге Шанхая среди академических институтов России. Все направления обучения можно увидеть на слайде. Отсутствие языковых навыков остается серьезной проблемой в сфере образования по всему миру. И именно поэтому Уральский федеральный университет предлагает подготовительные курсы для всех, кто желает учить русский язык. Можно издать тестирование на русском языке. И это дает возможность по результатам тестирования проходить обучение во многих университетах в России и, конечно же, в нашем университете тоже. Мы прекрасно понимаем, что у многих есть проблемы с изучением языка, и особенно такого трудного, как русского. Именно поэтому мы предлагаем 14 магистрских программ исключительно на английском языке. Средние цены можно увидеть на слайде. Можно увидеть 14 магистрских программ. Пандемия COVID-19, конечно, осложнила возможность для иностранных студентов приехать в Россию, но не в нашем случае. У нас вы сможете учиться в формате онлайн. Следует отметить, что одна из наших целей – это технологическое научное развитие как в России, так и во всем мире. Именно поэтому Уральский федеральный университет стал проектным офисом мирового класса в сфере исследований. И пандемия для нас не является проблемой. Конечно же, многие эксперименты проводятся в наших лабораториях и среди исследователей. Ученые, а также студенты нашего университета, у наших аспирантов есть легкий доступ ко всем технологиям и возможностям коммуникации. А сегодня это самое важное. И последнее на непозначимости. Следует сказать, что Уральский федеральный университет имеет возможность размещать более чем 7,5 тысяч студентов в 16 общежитиях. Все они расположены в центре Екатеринбурга, вблизи всех культурно-спортивных центров. Жизнь студентов очень насыщенная. И это еще мягко сказано. До 200 спортивных, социальных, культурных мероприятий проводятся в течение всего года. Самые многообещающие студенты могут принимать участие в программах мобильности и обучаются за границей. Также у нас есть центр адаптации, который помогает студентам со всего мира почувствовать себя у нас как дома. Несколько студентов из Китая, из Тайваня этой зимой приедут к нам в рамках программы мобильности студентов. Почему следует выбирать именно Уральский федеральный университет? Я не вижу никаких преград. Конечно, выбор остается за вами. Уральский федеральный университет – это образовательный центр. Он укрепляет свои связи с партнерами, работая с международными организациями со всего мира. Наш университет – это отличное направление для международных студентов, для исследовательских проектов. Мы вас ждем. Подписывайтесь на наши страницы в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере. Переходите на наш официальный сайт, который переведен на шесть языков мира. И станьте участником, статью нашей насыщенной студенческой жизни. Спасибо за ваше внимание. Да, дорогие друзья, большое спасибо. У нас сейчас есть время обсуждений. Я знаю, что у нас и Егор Михайлович Иосифов, и София Евгеньевна Поли сейчас здесь. У вас, если есть какие-то комментарии или вопросы, поскольку вы сейчас слушали наших коллег из Тайвани, и наши университеты, это будет интересно, наверное, если у вас возникнет какая-то у нас дискуссия. У нас есть целых, представляете, 7 минут на это все дело. Раньше у нас не хватало времени, теперь есть, слава богу. София Евгеньевна, если у вас есть комментарии, то отлично. Если нет, говорите, потому что у вас, вам слово есть. Я сама занимаюсь исследованиями океаний и, конечно же, Юго-Восточной Азии в Институте Востоковедения Российской Академии Наук. Это старейшее учебное заведение. У нас есть аспирантура для иностранных студентов, в том числе. Им у нас очень нравится, потому что у нас очень доброжелательная атмосфера, конечно же. И у нас был один сотрудник, которому мы очень гордились. Он был очень симпатичный, умный и красивый. Ему было всего 26 лет. Он взял и уехал в Тайвань по гранту, а потом там остался. То есть это говорит о том, что Тайвань не хуже совершенно, чем у нас, видимо. А может быть, даже лучше, потому что просто тепло хотя бы. А у нас немножко холодно. Тем не менее, я сама основала много иностранных студентов. И когда они приезжали к нам учиться в институт, многие оставались в России работать и даже, возможно, учиться дальше продолжать свои исследования в каких-то направлениях. И я хотела бы сказать, что, конечно, меня потряс доклад Чан Чжу Ченга. Очень большое спасибо. Замечательные русские языки, такие удивительные мероприятия. И наши университеты, я считаю, проводят огромную сейчас колоссальную работу, участвуют в этой конференции, так как она будет доступна и онлайн, конечно же. И я надеюсь, что она привлечет много просмотров, потому что без обмена, как я говорила в прошлых уже конференциях, без энергетического обмена, который возможен только при проведении каких-то культурных мероприятий, образовательных мероприятий по обмену студентами, так как именно в молодом возрасте впитываются какие-то эмоции. И эти эмоции в дальнейшем позволяют встроить нам наше безъядерное будущее, так скажем, потому что последний год занимаюсь ядерным вопросом. Ситуация сложная на планете. И чем больше студентов будут узнавать культуру, быть, опять же, через эмоциональный уровень, другие страны и других людей, и принимать это как свое что-то родное, так скажем, тем лучше будет жизнь в нашем будущем. Так что огромное спасибо. Спасибо, Софья Евгеньевна. А могу я один вопрос? Вот пока пользуясь случаем, может быть, другие коллеги тоже смогут задать друг другу. У меня есть вопрос Чанжу Ченгу по поводу ваших мероприятий. Это низкий поклон, насколько большую, огромную работу вы проводите, поскольку я понимаю, что за этим стоит и сотрудничество с университетами и далее. И вот исходя из опыта работы с Россией, как вы считаете, по каким направлениям в области науки и технологий, поскольку у нас год о науке и технологии, было бы интересно работать вашим коллегам, и какие направления в области образования особенно актуальны в России, чем можно делиться? Подскажите, пожалуйста, как вы сами думаете? Да, спасибо вам большое за вопрос. С моей точки зрения, тайвенцев очень интересует историю советской космонавстики. Да, в частности, советской космонавстики. Поэтому, мне кажется, можно с такими или просто можно пригласить специалистов рассказать об этой истории. И я думаю, что ну, конечно, это надо спросить, и надо хорошенько организовать. Я знаю, что был же совместная работа и полет, да, насколько я понимаю? Да, да. Это оборудование, которое было в армии в Тайване подготовлено, было полностью перебрано и подготовлено российскими специалистами, которые у вас сейчас работают в Тайване, для того, чтобы оно могло как раз взлететь и там работать. И я знаю, что в этом направлении, конечно, большая работа идет. И я думаю, что мы на следующей конференции сможем приглашать, то есть даже вне рамках нашего именно проекта, где мы проводим именно по образовательной тематике, а специалистов по космонавтике, безусловно, тем более, что как бы, я думаю, все мы в том веке, когда был Советский Союз, да, вы говорите о Советском прошлом, помним о том, что все так или иначе связаны были, и помнят о том, как много было сделано. Хорошо. А вот направление в области образования, какое основное? Скажите, пожалуйста, вот именно, может быть, в России актуально, и где бы могли бы студенты из Тайваня себя найти, вот по какому из направлений, как вы считаете? По моим наблюдениям, в последнее время наши студенты и магистранты, они либо учатся в Урале, то есть в Уральском федеральном университете, или в Санкт-Петербургском государственном университете, а также и в высшей школе экономики в Москве. Они сейчас там изучают не только литературу ведения или лингвистику, но и их очень интересует, например, журналистика или... или что? Ну, я... Ну, типа так. Да. Ну, отлично. Отлично. Ну, вот видите, сейчас у нас расширился диапазон, и у нас есть и другие университеты, для которых можно рассматривать, но, безусловно, в коем случае не покидая те направления, которые уже есть. Тем более, что квоты увеличиваются для возможности получения образования, да, и, соответственно, какие-то другие моменты. И скажите, пожалуйста, а вот те, кто обучился в России, они остаются в России или все-таки возвращаются? Они все-таки возвращаются, да. Мало кто там остались, и большинство, я бы сказал, любят свою родину, поэтому они возвращаются, да. Отлично. То есть мы... Ну, великолепно. Скажите, пожалуйста, может быть, у коллег есть какие-то вопросы друг к другу, и далее у нас есть несколько минут, мы можем на это занять время. Поднимайте руку, говорите, и вы сразу же будете включены. Можно задать вопрос к господину Чану Чжуи Чену? Меня интересует, скажем так, та страна Уральско-федерального, о которой вы не упомянули, насколько популярны для студентов с Тайваня, для апитриентов с Тайваня, может, для аспирантов с Тайваня технические направления или, например, пиохимия и подобные направления, то есть не гуманитарные, скажем так, а более прикладные. Ну, дело в том, что я работаю в основном со студентами, которые изучают русский язык как иностранный, поэтому на ваш вопрос я не отвечу, я не знаю на самом деле. Спасибо. Спасибо большое. Ну, сегодня мы самое главное получили возможность действительно и узнать и презентовать каждое свое учебное заведение, а, соответственно, теперь в Тайване могут иметь больший список. Мы всем абсолютно, у нас сразу же предупрежу, что у нас зарегистрировалось больше гостей, которые все получат абсолютно рассылку, и более того, мы даже подготовили диплом по итогу, несмотря на то, что некоторые технически не смогли подсоединиться, но все равно они регистрировались и были причастны хоть таким образом, да, они обязаны получить, конечно, всю информацию. Мы всю эту информацию отправим вместе с дипломом. Большое вам спасибо, и я тогда обязан сказать, что сегодня конференция закрывается, но проект продолжается, и поэтому можете подключаться и к следующим конференциям, которые у нас будут, но и самое главное, я прошу ознакомиться с той информацией, которая у нас есть на стайте. Евгения уже скинула ссылку, и, пожалуйста, посмотрите, ставьте комментарии, сегодня выйдет еще релиз по итогу, размещайте, пожалуйста, на ваших информационных ресурсах, на ресурсах университета, но и также в ваших личных социальных сетях. Ждем вас на следующий раз. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего.